Уже который год в преддверии Дня Республики между Чувашей и другими регионами страны стираются все границы. Остается только взаимодействие и партнерство. В Чебоксарах стартовала 23-я выставка «Регионное сотрудничество без границ». На выставке в экспо-контур собрались представители самых разных сфер бизнеса. Это уникальная площадка, на которой можно продемонстрировать не только собственные возможности, но и готовность к сотрудничеству. Центральное место в экспозиции заняла известная агрофирма Республики. Ассортимент был представлен в нетипичном формате. Для того, чтобы вырастить поросят здоровыми и упитанными, нужен хороший корм. Эта машина голландского производства занимается уборкой травы и изготовлением сенажа. Уверхность, если не совсем гладкая и так далее, сбой бывает, останавливается? Ну, там определенный, конечно, нужен контроль технических параметров, чтобы пол был достаточно ровный, чтобы не было там крутых подъемов. А эту агрофирму хорошо знают любители молочных продуктов. Вкусовые качества молока оценил и глава Республики. Сколько содержания белка в молоке? Содержание соматических клеток. Большое содержание белка, витаминов и минералов. Эта экспозиция расположилась на первом этаже экспоцентра. Здесь представлен промышленный потенциал районов Республики. Помимо ведущих республиканских предприятий, свою продукцию представили и итальянские бизнесмены. Это, кстати, далеко не первый их визит в Чувашию. Предприниматели Сапенинского полуострова проявляют большой интерес к нашей республике. В общей сложности выставки принимают участие около 200 предприятий и организаций. У жителей республики еще будет время просмотреть все. Выставка продолжится до 26 июня. Дарина Игнатьева, Россия Мухаммедов, Республика.